Здравствуйте! Это программа «Днями». Я, Ирина Акулович, сегодня в выпуске. Ежегодно, если брать в среднем, мы производим порядка 50 тонн товарной рыбы. Рыбная осень. Как идет вылов рыбы в кировском рассвете? Сын пахал и достали памятник. Пойдемте. История и современность у руин Ануфриевского монастыря в огороде нашли старинную плиту. Азарт. Я даже на видео снимаю, что на одном месте 21, на другом 16. И все баровики такие вот. Рекордный урожай грибов. Кооперация заготовила уже 30 тонн. Это дело привычки. Чем больше бегаешь, тем легче бежать. Как-то так. Осенний марафон в Могилеве. Все бегут за здоровьем и красотой. И цветные пятницы слушают колокольный звон в Ходимске у Свято-Троицкого собора. Осень. Сезон ярмара, где можно сделать запасы на зиму. И хотя сейчас круглый год в магазинах и супермаркетах есть все, от картофеля до фруктов, осенние заготовки всегда дешевле и надежнее. Фермерская, мясная и, в общем, все сельскохозяйственные ярмарки не обходятся без свежей рыбы. Рыбоводством в Могилевской области занимаются более полусотни организаций. Сельские хозяйства, фермеры и частники. Улов товарной рыбы в этом году прогнозируется не менее тысячи тонн. Как ловят рыбу в Кировском рассвете? Почти на рассвете запечатлела наша съемочная группа. Вылов и отгрузка рыбы в Кировском рассвете начинается еще с пяти утра. Лето или осень, холодно или тепло, темно или светло. А продукция должна покинуть Мышковичи, чтобы вовремя попасть на столичную комаровку. А потом рыба отправляется в Могилев, Бобруйск, Жлобин и, наконец, в родной Кировский район. У нас три пруда общей площадью 75 гектаров. Но производство рыбы, в общем-то, уже давно и результаты вполне достойные. Ежегодно, если брать в среднем, мы производим порядка 150 тонн товарной рыбы. В лучшие годы до 200. Это Нагульный пруд номер два. Один из трех в рассвете, где уже давно пруды для орошения приспособили для выращивания рыбы. В рыбном хозяйстве рассвета работают всего 8 человек. Как и в стародавние времена, суровые мужчины тянут невод. Правда, теперь они в прорезиненных костюмах, но суть все та же. Каждый день здесь вылавливают тонну или чуть больше рыбы. Карп – основная рыба. Есть также толстолобик, белый амур, карась и щука. А во сколько началось ваше утро? Полпятого в воде. И так каждый день? Каждый день. Кроме понедельника. Тогда логичный вопрос. Любите ли вы рыбу? Рыбу, а кто ее не любит. Бригадир работает в рыбоводстве уже 13 лет. Каждую весну все начинается сначала. От зарыбления до вылова, который заканчивается уже зимой. В этом сезоне хорошая рыба выросла? Хорошая. Сезон покажет в декабре месяце. Немногословные рыбоводы, похоже, не считают холодную воду большой проблемой. Мол, когда работаешь – тепло. Работа к работе. Кормим, ловим, продаем. Рыбное хозяйство – это часть большого хозяйства открытого акционерного общества «Рассвет» имени Кирилла Орловского. Не самая большая, но все же достаточно доходная. Огромный плюс нашей рыбы – это то, что мы с середины сезона начинаем кормить натуральными кормами. Это горох и пшеница. И доля комбикорма в общем кормлении где-то не более 30%. Остальное – все натуральная корма. На пруду кормятся рыбы и птицы, а вот людям сюда хода нет. Охрана бдит вместе с видеонаблюдением. В ночное время пруд освещается, рыбоводы дежурят с приборами ночного видения и по берегу протянута колючая проволока, чтобы не было нелегальных сетей. Выращивание рыбы – дело выгодное, потому что производство товарной рыбы в Могилевской области увеличивается. В прошлом году улов по региону превысил 1000 тонн, и это почти наполовину больше, чем годом ранее. За полгода в этом году улов составил немногим более 100 тонн, но эта цифра непоказательна, потому что основной вылов идет осенью. Рассвет в прошлом сезоне закончил вылов рыбы в конце января, и последнюю рыбу доставали практически из-подо льда. В Могилевской области только что закончился конкурс инвестиционных проектов. Его объявили для поддержки малого предпринимательства. По условиям лучшие проекты получат государственные субсидии для возмещения части расходов на их реализацию. Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем. В студии программы «Днями» заместитель председателя Комитета экономики облсполкома Павел Мариненко. Здравствуйте, Павел Леонидович. Добрый день. Итак, вызвало ли интерес конкурс инвестпроектов предпринимательской среде? Да, этот конкурс проводится ежегодно. В течение года у нас обычно 2-3 этапа. Хочу сказать, что, наверное, как очень важным и хорошим показателем заинтересованность в этом конкурсе, что в нем принимают участие субъекты, которые уже получают данный вид государственной поддержки с 2011 года. То есть это опытные игроки? Абсолютно верно. То есть для того, чтобы получить государственную поддержку, надо прежде всего понять, что ты можешь получить кредит в банке. Потому что государственная поддержка предоставляется именно в виде компенсации процентов банку. Этот год – это год науки. Скажите, у тех проектов, которые к вам пришли, и вообще, если проанализировать ситуацию в предпринимательской среде Могилевской области, есть ли интересные новинки? И прежде всего, может быть, на импортозамещение направленное, может быть, инновации хорошо внедряются. Вот если проанализировать, что мы скажем об этом? Предпринимательская среда всегда была самой активной, самой гибкой. Поэтому, но под признаком, очень хорошей цифрой, которая очень ярко характеризует все происходящее, это то, что есть сегодня в Могилевском областполкоме такое понятие, как инновационный фонд. То есть деньги, которые, возможно, вкладывают в научные разработки, в выпуск той продукции, которая будет экспортоориентирована, которая будет новинкой, действительно новинкой. Так вот, доля субъектов малого и среднего предпринимательства во всем объеме – это 70%. Вы можете привести примеры успешной реализации тех проектов, которые принимали участие в подобном конкурсе в прежние годы? Это и пельмени, которые сегодня производятся в Могилевской области, и шоколад, который производится в Могилевской области. Это и несколько субъектов, которые связаны с инновационными нюансами, связанными в автомойках. Какую правильность сейчас не назвали с точки зрения рекламы ни одного предприятия? И ряд-ряд иных. Это производство строительных материалов, пищевых материалов, машиностроения. Их достаточно много. Сегодня много говорят об изменениях в законодательстве, которые для бизнеса. И сегодня очень многие виды деятельности уже не требуют регистрации ИП. Условия, которые есть сегодня, каковы они для бизнеса? Тот документ, о котором сейчас вы говорите, это документ, который сегодня позволяет физическим лицам осуществлять свою деятельность, не регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя. Вот если мы проанализируем по сути все те виды, которые там предусмотрены, а там сегодня по этому документу возможно заниматься, оказывать услуги, не регистрируясь как индивидуальный предприниматель. И репетиторством, и компьютерным дизайном, и разработкой сайтов, и парикмахерскими, и косметологическими услугами, производством кулинарных, кулинарными изделиями, производством видеосъемкой. Очень-очень много. Если задуматься, то это выбраны все те виды, которые сегодня человек может оказывать либо лично, либо в домашних условиях. Но все-таки он немного заплатит государству. Ведь сегодня в основном люди работают в серую или в темную. Я здесь вижу немножко не в этом ключе. Мы сегодня просто упрощаем условия игры, когда человек сможет заплатить какой-то определенный налог, который должен. Может быть и встанет больше, а не выйдет из тени. Но ему не надо будет определенно ввести документацию проще, что связано сегодня с деятельностью индивидуального предпринимателя. В Могилевской области таких людей налоговая инспекция, конечно, перед принятием подобных документов делала анализ. И у нас сегодня подобных людей это 1800 человек, которые так или иначе получат дополнительную помощь в своей работе. Ну это здорово, 1800 это даже немало. А чем сегодня в основном занимается наша предпринимательство? Сфера товаров, услуг, что в основном? Картинка среднестатистического предпринимателя и бизнесмена, она, конечно, меняется. Это не те 60%, которые были изначально в розничной торговле. И мы помним с вами то время, когда самым главным в эволюционной ступени местом для бизнеса в Могилеве был стадион «Спартак». И закрытие стадиона «Спартака» как рынка было очень неоднозначно ни жителями города, ни предпринимателями которыми. Вот это и есть эволюция. Он закрыт, сейчас, наверное, никто о нем даже не вспоминает и не думает, что это и есть хорошо. Есть моллы, есть крупные торговые центры. Так и бизнесмен. После первоначального накопления капитала мы видим сейчас отток бизнеса в сферу производства, в сферу услуг. Надо понимать, что сегодня каждый третий рубль, который вносится в бюджет области, это те деньги, которые вносят сегодня субъекты малого бизнеса. Скажите, что все-таки, на ваш взгляд, самое главное, чтобы успешно вести свое дело? Есть хорошая китайская фраза. Говорят, когда большой ветер, люди будут делиться на две части. Одна категория людей, она начнет строить стены, чтобы защититься от этого ветра. Вторая категория людей будет строить мельницы, чтобы использовать тот ветер, который дует в их сторону. Поэтому бизнес – это как раз те люди, которые внутренне чувствуют, что этот ветер надо использовать. Ну что ж, я вас благодарю за интервью и желаю успехов и вам, и нам, соответственно, тоже. Спасибо. Агрогородок в Селеце в Мстиславском районе – место историческое. Конечно, на Мстиславщине больше всего известны пустынки. Но, оказывается, в Сельце тоже был монастырь – Ануфриевский. Его основали в самом начале 15 века, но к 21 столетию большая церковь и монастырские постройки почти разрушились. О реставрации можно только мечтать, но богатой историей наших мест есть и другие свидетельства. По соседству в огороде дома нашли старинную каменную плиту. Все подробности у Ивана Ивановой. Здравствуйте! Здравствуйте! Старинное название этой деревни – Ануфриева. Ведь именно в честь египетского пустынника Ануфрия здесь основали монастырь. По легенде, именно этот цветой вывел из лесу заблудившегося сына мстиславского князя Лагвина. Эти здания возвели в начале 19 века. Большая церковь и келейный корпус. Все это позднее барокко дошло до нас в заросших растительностью руинах. Зоя Михайловна Королева работала в деревне библиотекарем и всегда интересовалась историей этих мест. Ведь именно в советские времена Ануфриева стала нейтральным сельцом, а в монастырских зданиях тогда сделали школу. Вот здесь был спортивный зал, а вот это даже, чтобы было видно святого Николая, лик на этой стене. Ну, его долго и упорно смывали, но убрали вот тут вот прямо. Ну, а сейчас там одни развалины уже, ничего, но здесь была школа. Буквально через дорогу от церкви и нашли старинную плиту. Здравствуйте, уважаемая хозяйка. Здравствуйте, заходите в дом. Серпун Карапетян хоть и называет себя Светланой, но все же жарит чебуреки и печет армянский хлеб. Почти три десятка лет назад, после землетрясения в Спитаке, семья перебралась в Беларусь. Мы живем тут в Беларуси уже 30 лет. Живем у вас. Очень хорошо, благодаря всем. Никто нас не обижает, никто ничего. Все помогают. Все хорошо у нас тут. Вид с огорода прекрасный. Привидений тут не водится, походу сообщает хозяйка. Зато случилась крупная находка. Сын пахал и достали памятник. Ну вот. Здесь когда-то было монастырское кладбище? Наверное, наверное, было что-то. Это же было уже сколько веков назад? Ну, тут 1834 года, по-польски тут написано все. Читать надписи помогает вода и кирпичная натирка. Но разобрать латинские буквы все равно непросто. Ну, вот 1834 рок, по крайней мере. Да, року. Для хранения в районном музее эта плита слишком большая. Пока она так и остается на огороде. Мстиславли решают, что с ней делать, ведь плита надмогильная. Но кто знает, какие еще тайны скрывают эти руины. Ведь монастырь был большим и богатым, особенно во времена архимандрита Ираклия Лисовского. Не знаю где, но пишут с архива данные, что открыл минеральные воды. И здание было, где монахи и все эти приезжие поправляли свое здоровье минеральными водами. Так что у нас где-то минеральные воды, но мы не знаем. Архимандрит был униатским деятелем. Церковь до закрытия была православной. Надпись на плите на польском. Все смешалось в истории. И, наверное, так будет еще не раз. Но точно известно, например, что вмятины на маленьком куполе на колокольне оставили немцы. И куда ведет этот класс? На третьей этаж, к зленице. Здания разрушаются, кирпичные своды обваливаются. Находиться здесь небезопасно. И хотя сегодня в сельце старое название вернулось в виде улицы Ануфриевской, но все же деревенские надежды на возрождение церкви совсем призрачные. Агрогородок живет, а вот памятники истории далеко не только в сельце разрушаются. Средств на них нет, к сожалению. Урожай зерна собран, но у сельчан работа не заканчивается. В Могилевской области уже посеяли больше половины озимых культур. И результаты этих трудов нужно терпеливо ждать только на следующий год. Альберт Эйнштейн считал, что нужное дело стоит времени и усилий. Уже все знают, что будучи знаменитый ученый, в детстве долго не разговаривал, медленно развивался, а потом плохо учился в школе. Однако он достиг в своей жизни многого. Стал не только нобелевским лауреатом, но изменил представление людей о мире и вселенной. Физик Альберт Эйнштейн сказал, тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в сапожники. Интонация грибная. Этой осенью столько грибов, что лесники не могут вспомнить, когда такое было. Может, десяток лет назад? Социальные сети заполнены снимками, корзин с бровиками, крупным планом. Люди собирают для себя и на продажу. Потребительская кооперация области уже заготовила грибов в два раза больше, чем в прошлом году. 30 тонн. А планируют минимум 50, ведь сезон еще не закончен. Кристина Каранкевич в Белуническом районе интересовалась, как развивается грибная лихорадка и сколько она стоит. Ой, вон, шла в одном месте. И боровички, и подосиновички. Какая красота. Да вы что, прямо на одной поляне росли? Да, да. Недалеко друг от друга. Грибники говорят, это все погода. Частые дожди сменились вполне комфортной температурой, и грибы пошли. А за ними отправились в леса и сборщики. Себе собрала, ну сколько, может, корзинок пять. Корзинки две боровиков, подобабки и еще рыжики. Грибов очень много в этом году, и их очень приятно собирать. Ну, конечно, немножко устаешь, придешь домой, отдохнешь, и все прошло. На утро опять поднимаешься бодро, идешь опять с настроением, что очень много грибов, что знаешь, что наберешь, потому что в этом году их много было. Поэтому с большим удовольствием я ходила в лес по грибам. Ну, нашел грибы, лукошка положил, срезал, положил лукошка домой, пришел, приготовил его, съел, угостил кого. Хорошо, мне нравится. Причем далеко не все любители тихой охоты идут в лес ради сковородки лисичек или, как говорят, ради азарта. Когда собрали для себя, можно заработать на грибах. И вот по 70-50 рублей зарабатывали. Да. Это за сколько? Ну, с утра до обеда. Да. Вот что цена хорошая – 7 рублей. А вместе с собранной клюквой сезон сбора, который стартовал в первой декаде сентября, получается хорошая прибавка к пенсии. Те, кто уходит по лесам и болотам, в основном люди в возрасте. Грибов, ну, 12, наверное, в прошлом году. 14-12. 14-12. Это за клюквенный сезон, да? Да, клюквенный. Так, а на грибах хорошо можно заработать? Да, смотрю, какие брать. Бровяки самые дорогие, лисички тоже ничогие. Ну, так килограмм по 15 каждый день собираю. 15-17. Сегодня немножко меньше, дождь помешал, погода подкачала. Так, ну, нормально зарабатываем, хватает на хлеб. Сезон сбора клюквы длится до конца ноября. В Облпотребсоюзе полезные ягоды планируют заготовить не менее 100 тонн. Часть отправят на экспорт в Польшу, Прибалтику и Россию. Остальное реализуют на ярмарках и рынках Белоруссии. Что касается грибов, то примерно половину собранного в лесах урожая потребительская кооперация планирует реализовать за границу в торговые сети. Передают их на грибоварочные пункты, где непосредственно осуществляется процесс переработки. Но в дальнейшем грибы уже поступают на хранение, либо поступают непосредственно в розничную торговую сеть. Грибной ажиотаж не утихает на рынках и возле них. Сейчас пошли грузди и опята. Их продают ведрами. А вот белые – самые дорогие. Стандарт белого гриба у заготовителя такой вот небольшой. В райпо за кило воровиков просит 7 рублей. А здесь, возле привокзального рынка, небольшое ведерко будет стоить 15 рублей. И еще одна важная деталь. И грибникам, и покупателям на рынках нужно помнить о том, что грибы нужно проверять на радиационный фон. Около пятой части исследованных проб, а их было около двух сотен за минувшую неделю, показали превышение нормы по цезию 137. Санитарные врачи напоминают – проверки даров леса бесплатные. Кроме грибов, этот год, несмотря на весенние заморозки, выдался неплохим и на яблоки. Потребка операции закупила уже более 8 тысяч тонн яблок. Осень щедра на свои дары, и люди спешат сделать запасы на зиму и заработать. Спортсмены и любители бега в Могилевской области готовят свои удобные кроссовки к осеннему марафону. Он по планам пройдет в Могилеве 1 октября. Для профессионалов будет полная дистанция, для любителей – 10 километров, для новичков – 4. Бежать готовятся многие – от студентов до пенсионеров. И даже семьи в полном составе. Итак, бег трусцой становится популярным. Зачем по утрам и вечерам, выбегая к Дробовенке и Печерскому озеру Могилевчане, к бегущим присоединился Андрей Шуляк. Ну что, побежали? Побежали. А что, ну, побежали? Побежали. Бег укрепляет здоровье, делает вас привлекательнее, поднимает настроение. Это не рекламный слоган, а впечатление тех, кто встал на дорожку. У нас, конечно, не Нью-Йоркский центральный парк, но кажется, что в последние годы бегающих трусцой стало гораздо больше. Добегаю до моста Алзаренко, оббегаю назад вокруг всей Дробовенки и по лесенке своей любимой. По вечерам несколько раз в неделю бегает вдоль набережной Дубровенки Елена Стрибкова. Набрала я после зимы килограммчиков пять в щечке и думаю, что ты с ними делаешь-то интересно, пойду-ка побегаю. Кстати, говорю, на самом деле, ходила в тренажерный зал и, ну, как бы не скидывались эти вот лишние щечки. С бегом месяц. Красота. Видишь, что мышцы подтягиваются в тонусе лучше, веселей, бодрей. Ну, и на самом деле, это заметно. Становишься лучше. Вместе с любителями вдоль Дубровенки бегают профессионалы. Не хочется отставать и несколько сотен метров решила пробежать и наша съемочная группа. Понравилось, но ноги потом болели. Не могу передать эти эмоции, которые я чувствую после финиша. Мне какие-то, ну, я рада за себя. Даже вот взять, когда прибежала первая сейчас на полумарафоне в Минском, я думаю, ну, в том году просто я прибежала вторая, а тут, ну, все, я победитель, я смогла выиграть. То есть я радовала за себя, что я смогла. Мысли разные присутствуют. И хочется и сойти, и пятая, десятая уже все равно бывает. Ну, потом уже забираешься с мыслями, нет, готовился все-таки, поэтому нужно до конца. Выдержать все старается и Антон. Он приезжает в Печерский лесопарк каждый вечер. Десяток остановок на общественном транспорте ради одного круга вдоль озера. У него есть цель. Я занялся бегом для того, чтобы похудеть. Если плохое настроение, побежишь? Да. Почему? Потому что если я хочу похудеть, я должен бегать каждый день. Юный могилевчанин собирается бежать и 1 октября на могилевском марафоне. Кто-то, может, еще помнит, как 30 лет назад, 12 июня 1987 года, в Могилеве проходил марафон в рамках чемпионата по легкой атлетике. Теперешний марафон возрождает традиции. Посетив Лондон, покорив Нью-Йорк, пробежав через Сидней, настало время поиска нового места для марафона. И почему бы таким не стать могилеву? Если все получится, организаторы планируют сертифицировать дистанцию и заявить ее в международный календарь Всемирной ассоциации легкой атлетики. Для этого надо выполнить ряд требований. Одно из них – количество участников могилевского марафона. Среди тех, кто побежит по улицам Могилева – жители России, Италии, Израиля, Польши, Литвы и Беларуси. Среди могилевских марафонцев будут и те, кто снимался в нашем сюжете про осенний марафон. В Хотимске прошел фестиваль колокольного звона. Свето-Троицкий собор и его настоятели, архимандрит Кирилл, приняли гостей из Беларуси и приграничной России уже в седьмой раз. Соборная колокольня – одна из лучших в Беларуси, и звонари могут здесь показать все свое мастерство. Из-за дождя публика переместилась в храм, слушать оркестр и хор, а вот колокольный звон – слышали целый день всех о тимчане. Светные пятницы радуются, грустят и торжествуют вместе с хотимскими колоколами. Светные пятницы Светные пятницы Светные пятницы И напоследок про осеннее равноденствие. Вечером в пятницу 22 сентября началась настоящая осень – астрономическая. В равноденствии ночь равна дню по 12 часов. И с этого момента темного времени суток станет больше. Но нас ждет желто-красная осень, листопад, праздник урожая. По народным гастрономическим традициям сейчас время выпечки. Причем считалось, что именно пирожки с капустой принесут богатство, а с брусникой – любовь. В философском плане это время завершения дел с благодарностью за все, что имеем. По поверью, осень должна быть такой же, как и день равноденствия. Но действуют ли в нашем теперешнем мире старые приметы, сказать трудно. Во всяком случае, по прогнозам синоптиков, последняя сентябрьская неделя должна нас побаловать и солнцем, и теплом. Берегите себя. Программа «Днями». До встречи в эфире.